Дорогие друзья, к сожалению, звонки аферистов не удалось еще полностью остановить. Борьба с ними не прекращается ни на минуту. Наши доблестные авторы канала, мошенники звонят по телефону, продолжают мужественно трудиться. Они несут свое служение днем и ночью, при любых обстоятельствах. Добрый вечер, меня зовут Сергей. Как я могу к вам обращаться? Добрый вечер, меня зовут Сергей, как я могу к вам обращаться? На кому вы звоните? Вам. Кому мне? Ну, конкретно вам, ваш номер предоставило аналитическое агентство. Какое агентство? Ваш номер предоставило аналитическое агентство. Какое агентство? Я являюсь специалистом инвестиционного отдела РБК. Наш проект набирает партнеров в команду, которые будут зарабатывать с переинвестицией, используя информацию наших аналитиков. Доход наших партнеров составляет от 18 до 25 процентов чистки прибыли в месяц. Вы ранее что-то слышали об инвестициях? Конечно, слышал. Что именно слышали? Может быть, был опыт? Конечно, был. И как? Ну, как был? Удачный, неудачный? Ну, да. Отрите, пожалуйста. Неудачный, конечно. Как вы думаете, почему был неудачный? Ну, потому что были это только как выборы, лаха, брокеры. Ну, так вот, если бы вы знали, когда будет вредно покупать, а когда продавать, все получилось бы, верно? Нет, конечно. Почему же это? Потому что они просят только, чтобы к ним перевели денежки на карточку или киви-кошелек. Но мы ведь не просим вас переводить там деньги. Вы будете торговать лично. Вот они говорили, что будете лично, а сами просили перевести на киви-кошелек. Или карточку. Киви-кошелек. Если бы вы общались не с нами, потому что, если бы вы общались с нами, то ваш телефон не оказался бы в базе просто. Не знаю, почему у вас в базе. Какие-то мошенники. Да, мошенники, как вы. Как вы, мошенники, такие же, как вы, звонили. Вы ошибаетесь? Да. У нас, в каком вы городе живете, если не сказать? А вы что, не знаете? Нет, я же говорю, у нас есть только ваш номер. Мы находимся в городе Москва. У адреса Ленинская Слобода, 26. Бизнес-центр Омега-2. Нет, вас бы там уже давно посадили, если бы вы там сидели. Вы сидите на Украине. Ну, мы там сидим. Вы сидите на Украине. Для чего вы взяли? Потому что я смотрю интернет. И что в интернете пишут? Ну, как вы там сидите и звоните. И говорите, что вы брокеры, и вам нужны инвестиции. Но мы ведь не брокеры. У нас аналитики и агентства, я же вам повторяю. Ну, не важно, как вы называетесь. Вы только просите, чтобы вам пополнили счет. Вы что-то посмотрели? И все. И дорожечка в один конец. Денежки ту-ту. Я же вам говорю, мы не просим вас перевезти куда-либо деньги. Почему не просите? Просите. В том числе и где торговать, тоже будете решать вы сами. Мы лишь предоставляем аналитические услуги. Мы будем говорить вам, когда... А аналитические услуги у вас бесплатные? Конечно, нет. В конце месяца вы отдаете нам 20% чистой прибыли. А как я буду торговать, если у меня денежек нету на счету? Вы будете пополнять свой брокер. А, вот мы дошли до этого, что вам надо пополнить кошелек, счет. Пополнить. И вы предоставляете номер Киви кошелька или оплатите какую-то услугу банковской картой. И все, денежки ту-ту-ту, один конец. А вы не понимаете, что вы взяли что-то о Киви кошельке? Ну, вы только что сказали, что надо пополнить счет. Вы неизвестно, где это вы слышали. Вы только что сказали, я от вас услышал, что вы сказали, что надо пополнить счет. У вас услуги не бесплатные. Вам надо пополнить счет. А вам какой надо пополнить счет? Я вам повторяю. Вы будете отправлять нам часть своего дохода, а именно 20%, в конце месяца уже в числе 3 месяца. Нет, нет, вам не надо 20%. Вам надо пополнить счет и все. Ту-ту-ту, один конец денежки, хватит. Сколько вам надо? 100 долларов или 200 долларов? 250? Дело в том, что я лично у вас ничего не прошу. Так же, как и не будет у вас ничего, просите аналитики. А вы говорите, что надо пополнить счет. А как вы будете инвестировать без каких-либо первоначального старта, объясните? А где я буду пополнить счет? Какой я буду пополнить счет? Той компании, которой сами решите, брокерской. Зачем не брокерская? И об этом вы будете говорить уже с аналитиком. Вы же понимаете, что нельзя начать инвестировать полностью с нулевым капиталом? А у меня есть уже брокерская компания. У меня уже есть брокерская компания. Но вы говорите о том, что у вас там все произошло неудачно. У меня... Нет, это неудачно с вашими лохоброкерами. Я им не пополнил, конечно, ничего. Вот так, пополнил им там 10 рублей. И все. Чтобы проверить, что это идет... К какому лицу идет операция. Я потом в банку позвонил. Сказал, отмените. И там мне 10 рублей обратно вернулись, и все. Честно говоря, звучит, как какой-то обрез. Да, ну, пошли на покупку какую-то. Они мне какую-то покупку подсунули, якобы. Что-то брокерский счет пополнить. А это для какой-то покупки. Прошу прощения, а на какую покупку, так как вы... Я так понял, вы пополняли брокерский счет? Да, это как через терминал. Терминал покупку. Мне сказали, что это брокерский счет пополнить. А это был терминал покупки. Какая-то покупка через терминал оплаты. Вы понимаете, как... Вы понимаете, как происходит покупка... Точнее, пополнение брокерского счета? Так я знаю, я все пополнял у себя. Ну вот, в этом суть. Я через Альфу, Альфу, через Альфу там у меня инвестиционный счет. И в Альфе капитали там у меня... Я знаю, я пополнял. И почему вы там не инвестируете? Вы же понимаете, что... Как не инвестирую? Инвестирую. У меня там... У меня там... 50 инвестиций крутятся в Альфа капитали. И на сколько уже приумножили процентов? Ну, нормально. Я так сейчас-то не отслеживаю. Ну, нормально. Больше, чем на вклад. Получается, нормально. Пускай крутятся себе. Ну, на сколько, если не секрет, процентов? Я тоже не знаю. Я не слежу сильно. Там нормально. Больше, чем на вклад. Нормально. Это брокерский счет. Это у них лицензия есть. Это банк такой есть. Поэтому все нормально там. А это лоха брокера. Они требуют, чтобы пополнить какой-то счет. Там построят киви-кошелек или покупку какую-нибудь через терминал. И все, денежки ту-ту, в один конец. Больше их никогда никто не увидит. Так вы работаете. Вы же понимаете, что наши аналистики не просят вас куда-то на наши счета, на какие-то киви, закидывать деньги через терминал, как я понял. Да. У вас до этого просили? Да, конечно. Ну, мы будем брать в вас плату. Говорили, что это пополнить брокерский счет. Говорили, что надо пополнить брокерский счет, чтобы торговать на бирже. Ну, так все верно. Вот верно. А на самом деле это никакой не брокерский счет, а это просто пополнить киви-кошелек, а не подсовывать номер, как номер телефона, это киви-кошелек. Ну, вот это, чтобы... Либо конвертацию, говорят, что это конвертация, И через эту конвертацию они выманивают деньги. И тут уладен конец. Больше их никто не увидит никогда. И столько, что сами сказали, что надо пополнить счет. Бесплатно вы ничего не делаете. Нужно пополнить будет. Вернее, проблема в том, что мы сейчас с вами говорим даже не о деньгах, понимаете? Да. Мы сейчас с вами говорим лишь о аналитических услугах. О деньгах мы в первую очередь говорим. Вы же говорите, что бесплатно ничего не будет, и надо пополнить счет. Надо пополнить счет. Вы говорите, то не надо пополнить счет. То надо пополнить счет. Вы сейчас не просите эту секунду. А дальше-то надо пополнить счет, вы сказали. Надо пополнить счет. А как вы будете инвестировать без пополнения брокерского счета? Вот, брокерский счет, ты покупаешь брокерский счет, а там идет оплата киви-кошелька и какой-то покупки, карточкой платить. И пополнить киви-кошелек со Сбербанка или другого банка. Пополнить киви-кошелек и заплатить карточкой. Послушайте меня, пожалуйста. Чего? Послушайте, пожалуйста. Инвестиции и удачная сделка это когда вы покупаете дешевле, продаете дорого. Как вы можете заработать, ничего не покупая, при этом инвестируя? Я ничего не покупаю. У меня в Айфо Капитале там все покупают и продают, там специалисты сидят и моими денежками управляют, там такие акции покупают, облигации покупают и продают, покупают. В смысле покупают и продают? Профессионалы. Профессионалы банковские брокеры. Они брокеры, или как их называют, дилеры, шмилеры. Вот они там сидят, покупают. Я прошу прощения, но вы знаете, то, что это называется доверительное управление. Это когда вы даете, перечисляете, допустим, брокеру свои средства и впоследствии он уже торгует... Да, это и есть инвестиции, да, Айфо Капитал. А еще есть там Сбербанк инвестиции, там еще есть какие-то другие инвестиции. Это называется доверительное управление. И это запрещено с 2017 года. Ну, так не запрещено, если я только рекламу каждый день смотрю. Айфо Капитал. Это запрещено у КРФ. Вы отдыхаете, вы отдыхаете, а мы работаем. Вот я отдыхаю, они работают. Зачем мне работать? Вот там профессионалы пусть работают. Не могут же все быть врачами. Они сделки заключают? Они сделки заключают? Здесь сделки, да, заключают они, да. Они там заключают. Я им денежки только даю, они сделки заключают. Дело в том, что это доверительное управление, и это запрещено? Ну, значит, запрещено подойти на Альфа-банк, в суд подойти, там на Сбербанк инвестиции подойти в суд. Пусть их запретят, рассудят и поставят их в тюрьму. Зачем они работают, если это запрещено? У них есть доступ к вашему брокерскому счету, правильно? Конечно, я через приложение поставил приложение Альфа-капитал, и оно у меня там работает. Денежки занес со счета, и все. У меня еще есть счет в Альфа-банке, и с Альфа-банком. Да, если бы у меня были с Бирбанка, я бы с Альфа-банка завер, или с другого банка завер. Все банки подкрывают эти инвестиции. Все банки почти подкрывают эти инвестиции. Реклама каждый день идет по телевизору. Особенно это Альфа-банк. У них красивая реклама, и уже нормально там работают. Альфа-банк вообще-то крупный, Альфа-банк. Вообще крупный. Наверное, после Сбербанка, наверное, на втором месте. Я точно не знаю. Это нормально. У них приложение удобненькое. Вы слышите, что я вам говорю? Да, да. То, что вы делаете, это называется доверительное... А я не знаю. Пусть как хотят называется. Вы говорите, что это незаконно. А оно, видите, работает. А вы говорите, незаконно. То, что вы передали свой кошелек какому-то брокеру, и он торгует за вас сейчас... Никакой кошелек я не передал. Я пополню брокерский счет, инвестиционный. Брокерский счет? Да, прямо с банка, прямо с банка пополню. И у него есть ему доступ? Не знаю, это не... И у этого брокера есть ему доступ, верно? Ну, не знаю, какой брокер, там уже целая компания работает. Какой брокер? Целая компания, там много работает брокеров. Они наши денежки берут, наверное, и вместе работают. Я не знаю, они профессионалы, они пусть работают. Я немножко пополнил 50 тысяч и все. Сказал, чтобы не лежали на карточке. Лежать, что не лежать на карточке? Я туда закинул, да, и все. Там оно крутится. Там оно крутится. А мне вот это звонили, они вам передали мой телефон. Вот это вот фирма какая-то, то ли криптомани, то ли криптомани, я не знаю, как оно называется. Они мне просили, чтобы я им перевел на Киви кошелек. Я говорю, это Киви кошелек. Они говорят, это не Киви кошелек, это ваш брокерский счет. Я говорю, это какой за брокерский счет? Это номер телефона. Сами говорят, зайдите в банк, наберите, пополнить Киви кошелек. Как я могу пополнять Киви кошелек, если вы сказали, что это брокерский счет? Как я могу пополнить брокерский счет, это Киви кошелек? Что это такое? Вот это вот, наверное, они вам дали мой номер телефона. А я говорю, я вам Киви кошелек пополнять не буду, я не буду вам пополнять. Они говорят, тогда давайте пополняйте брокерский счет. А потом на какой-то терминал не перевели, и там введите банковскую карточку. Введите банковскую карточку, номер карточки введите. Что это за фигня? А то я им 10 рублей говорю, переведу давайте, а потом у банки позвонят, когда это была покупка, они мне вернули через 2 часа. Видите, как обманывают. Это нам, они вам мой номер телефона передали, правильно? Да нет. А что это за терминал, только я даже не встречал такого? Ну, я не помню, как называется, но это такой терминал, где там оплачивают покупки всякие, переводят денежки. Их много, терминалов таких, которые оплачивают через карточку. Такие покупки, там вот всякие продажи, там какой-то там в интернете, продажи идут в интернете, люди пополняют, люди оплачивают. Вы все брокерский счет открыли, или что? Они сказали, что это брокерский счет, они же меня обманывали, говорили, что это брокерский счет. Это не брокерский счет, это покупка была какая-то, какая-то покупка. На 250 долларов покупка. Ну, ничего себе, покупочка. Неплохая такая покупка. Да, а потом еще хотели, чтобы я им Киви кошелек на 250 долларов пополнил. Ничего себе. Кошелёчек у них будет. Чей-то, чей-то? Нет, чей-то кошелёчек. Ну, как можно проверить? Обычный Киви кошелёчек. Что вы, Киви кошелёчек никогда не пополняли, что ли? Я пополнял Киви кошелёчек. Пополнял свой. Вот и я свой пополнял. Но это же не мой кошелёчек, Киви кошелёчек. Если бы не был бы кошелёчек, я бы видел, что там мой кошелёчек. Там был бы мой номер телефона. Я сказал, говорит, это мой кошелёчек. А это другой кошелёчек. Я пополнял мне этот Киви кошелёчек. Это инвестиция, говорит. Это денежки в один конец. Ту-ту, больше бы я их никогда не увидел. Вот так много людей это делают вам и переводят денежки. Не, ну, конечно, ситуация у вас интересная. А ну, послушайте, не все люди честные. Давайте так. Да, ну, ну, все люди честные. На Украине вообще там людей честных не осталось. Там уже всё, экономика вся упала и всё. Сидят сейчас с телефонами, звонят в Россию. И всякие сбербанки, всякие банки, служба безопасности. Ну, вот людей обманывают, что не знают про мошенников. Вот они им звонят. А я про вас немножко уже знаю, посмотрел в интернете ролики про вас. Ну, как вы обманываете. Да, вы там сидите на Украине, звоните в Россию и представляете с блокерами. А вы не блокеры, вы просто мошенники обыкновенные. Это вы сейчас меня обвиняете. Ну, наверное, вас обвиняю. И ваших коллег обвиняю. Но зачем? Я не знаю, зачем вы этим занимаетесь. Наверное, потому что у вас работы нету. Экономика вся в упадке. Вот у вас и нету работы. Вы сидите и в Россию звоните, обманываете. Потому что вам за это ничего не бывает. Вам разрешили в Россию звонить, и все. Если вам не разрешили звонить, вы бы сам себе звонили. Слушайте, вы мне объясните. Вас это кого? Вы так говорите, будто я с другой стороны звоню. Вы номер видели? Вот каким образом объясните? Каким образом? Конечно, мужчина такой интересный. Ну, вы звоните через компьютер, звоните. Какая разница, какой номер. Номер можно любой поставить. Мне тоже звонили мошенники неоднократно. Там был номер нашей управления внутренних дел. Номер управления внутренних дел нашей полиции областной. Они мне звонили. Говорят, проверь номер. Что-то мы звоним из полиции. Я проверь, а там номер из полиции. Они номер поставили из полиции. И звонят такие. И хвастаются. Проверь номер. Проверь номер. Мы из полиции звоним. Проверь номер. Проверь. Я проверил из полиции. Видите, как они хвастаются. Купили аппаратуру. И хвастаются. Вот интересно. А вы посмотрите, я там регистрирую, что вам номер мы передали. Я там регистрирую. Посмотрите, там же данные все обо мне есть. И там все данные оставлял на инвестициях. Боже, вы иногда хотя бы молчите. Это ужас какой-то. Во-первых, нам не доставили ваши данные. Нам предоставили номер человека, который заинтересован в инвестициях. Вы ранее были на нашем форуме. Я все данные оставлял. Все данные оставлял. Не правда. Значит, вам... Значит, вам... А что бы еще вам передали мои данные? Больше никто. Конечно, вы их везде оставляете, начиная от инвестиционных проектов, заканчивая порносайтами. Ну, нигде не оставлял. Не надо придумывать. Я только на инвестициях оставлял. Почему вы не знаете моего имени, отчества? Ничего не знаете? Так на, для чего оно мне? Мне просто задача вам позвонить и узнать вообще, для чего вы инвестициями интересовались. Вы сразу начинаете оскорблять. Вы знаете, что такое статья за клевету? Я являюсь официальным сотрудником РБК Инвестиции. Если вы мне не верите, вы там такой умный и дерзкий, а ну приедьте в офис. Я вам докажу обратное. Это вы как название какой-то газеты придумали РБК. Я знаю, есть такой РБК, телеканал РБК. Это вы придумали, чтобы... Наверное, такое название придумали, наверное, чтобы замаскироваться, да? Когда люди будут проверять вас, чтобы они находили телеканал РБК. Слушайте, а вот, ну, вы считаете, что все вокруг вас хотят обмануть или как? Сейчас машинников очень много развилось. Конечно, в последнее время, в последнее время, года два, наверное, очень много машинников из Украины. Вот по первому каналу была Малахова. Там только в одном Днепропетровске сказали, там, тысяча кольцентов. Представляете, тысяча кольцентов в таком городке небольшом, блин. Это вообще уже, сейчас страна уже, Украина ваша, она в телефонах сидит и звонит в Россию. Ну, вы там совсем опупели, блин. Что вы творите вообще? Ну, не знаю. Вам, наверное, американцы разрешили. Если бы в Америку звонили, нас бы там уже всех посадили, блин, наверное, на 30, как минимум. Там за киберпреступления в Америке очень серьезные сроки дают. Там вплоть до пожизненного заключения, а так он, наверное, 30-50 лет, и мама не горюй, получают за такие преступления. Это называется киберпреступление в банковской сфере. Там очень-очень серьезные в Америке наказания. Если бы вы не в Россию звонили, а в Америку, вас бы давно уже там всех попересажали. Не знаю, наверное, выдали бы, даже в Америку бы выдали. Там бы сидели бы с неграми, все хуи у них бы сосали. Ну, вы даете, блин, хохоры. Ну, вам разрешили в России, ну, звоните. Мне, честно говоря, Алахову особенно не жалко. Ну, надо же как-то мозгами шевелить правильно. Слушайте, вы такой интересный, конечно, молодой человек. Ладно, хорошо, давай теперь по конструктиву. Вот вы говорите, Украина, мошенничество, там какой-то город назвали, это хорошо. Какие мошенниче действия мы делаем? Давайте, вот, вы там Алахова посмотрели, вы у нас теперь дядя умный. Да. Рассказывайте. Он тот раз развод, 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 очень простой, очень простой. Очень. Убедить человека, что он будет инвестировать, всякую рекламу на Ютьюбе выказываете, там тупые-тупые. Там Путин выступает, Смиллер выступает, Гаспром для всех, Решольца для всех, тупая-тупая. Даже Путина озвучиваете, даже не Путин говорит, а какой-то актер вместо Путина. Я смеюсь все время, когда эта реклама у меня в Ютьюбе выскакивает. Смеюсь, Путин говорит не Путинным голосом. Вы, наверное, этого наняли, что в комедиклабе выступает, что Путина, знаете, Путина пародируют в комедиклабе. Вы, наверное, его наняли, чтобы Путин озвучивал, что он будет инвестиции, всем россиянам будут инвестиции, что Гаспром будет инвестициями делиться и газом будет продавать. Вот эту рекламу на Ютьюбе показываете. Вот смешная ваша реклама вообще. Смеюсь все время, смеюсь. Это вы размещаете, да? Да, там человек, который с нами... Это вы размещаете эту рекламу. Я вам сейчас расскажу весь мошеннический план. У нас партнер, значит, открывает он тебе счет на Тинькофф или на БКС? Вот, открывает инвестиционный счет на свое имя. И только после этого он приходит к нам. Наша задача это доставление информации, продажа информации. Знаете такое? Нет, вы этим не занимаетесь. Вы этим не занимаетесь. Ваша схема очень простая. Просто вымолит у россиян пополнение вашего счета. Это на самом деле либо кипий кошелек, либо банковская карточка. Ну, не знаю, на кого вы там оформляете. Наверное, на какие-то бомжи, на паспорта украденные вот эти карточки. Покупки, чтобы вам переводили. И все. И денежки в один конец. И вы быстренько как-то, не знаю, обналичиваете или переводите куда-то. На какие-нибудь крипто кошельки. И все, отмываете денежки еще чуть-чуть. Ну, я думаю, что не занимается, потому что вы за границей сидите. Не знаю, ну, нас говорят, полиция не занимается, потому что вы за границей сидите. И все. Ну, вы можете это доказать, то, что вы только что сказали? Докажите. Понимаете, что с вашей стороны это просто вот мое оскорбление. Конечно. Понимаете? Конечно, оскорбление. Ну, а как вы его оскорбляете? Ну, зачем? Людей обманываете сидите. Ну, вот докажите. Ну, вот докажите. Если я обманываю людей, ну, докажите это. Ну, я же не знаю. Я вам сказал, что мы занимаемся, это продажа информации. А вы несете вред. Понимаете? Никак не обоснованно. Ну, вот вы сказали РБК. Вы же знаете, что такого нету, такой фирмы РБК инвестиции. Вы же знаете, что ее нету. Вот вы говорите, что я вас обманываю. А вы сейчас говорите, что РБК есть, а ее нету. Кто кого обманывает? Вы можете меня не перебивать. Я вас... Алло, блядь. Я вас выслушал. Алло, алло, блядь, алло. Алло, блядь, алло. Такой вы только умный мне... Да. Ты знаешь, что ты наебываешь людей. Вы сейчас перед компьютером сидите? Я сижу дома, сижу, сижу, чай пью на кухне. Тогда вы, понимаете, вот вы меня оскорбляете. Я вас даже не оскорблял. Если я вас хотел оскорбить, я бы вас называл хуесосом. Я вас хуесосом называл? Нет, не называл. Я не оскорблял. Я же вас не называл пидорасом. Я же вас пидорасом не называл. Хотя у вас голос, как у пидораса заднеприводного. Вы немного отдаленный. Вот видите, смотрите, вы даже не знаете, что такое РБК. Вы живете в нашей стране. Да, РБК это такое издание, такое телеканал есть. АУ? Да, конечно. Это АУ Росбизнес Консалтинг. Давайте так сделаем. Да, телеканал такой есть. Да, я его смотрел раньше. Корень из девяти. А ну скажите мне, корень из девяти. Я не знаю. Я математик не сбрасывал. Я гуманитарий. Я больше по истории. Смотрите, вот вы мне... Это вот... Так, подождите, вы заикаться начинаете. Вот просто мне скажите. Вот вы такой умный, вы там рассказываете. Вы хотя бы вот корень из девяти. Это четвертый класс математика. Это вот я делаю тест на идиота, когда мне люди вот такую вот бред несут. Вы там откуда-то? Я ничего не знаю. Откуда я звоню? Кто я такой? Давайте, тест на идиота. Корень из девяти. Вы мне ответьте хотя бы. Согласен. Сейчас те текст пройду. Давай ты пройдешь тест. Тоже на идиота. Этот популярный тест. Чей Крым? И вот все знают ответ на этот вопрос. Все знают ответ на этот вопрос в России. Чей Крым? Слушайте. Я никогда не лезу в политику и не собираюсь туда... Я передам эту запись СБУ. Я в СБУ передам эту запись, передам в СБУ. Скажи на телефон, чей Крым. Что такое СБУ? Ну ты знаешь, тебе придут и скажут, что такое СБУ. Сейчас я тебя записываю, чтобы ты сказал, чей Крым. Скажи мне, чей Крым. Слушайте, давайте так. Если вы мужчина, у вас есть хотя бы какое-то достоинство, перестаньте нести бред. Это во-первых. Во-вторых, приедете в офис, я вам расскажу в Битбаре. Ты сначала тест... Какое мошенник и тому подобное. Тест сначала. Пройди тест. Скажи, чей Крым? Пока ты тест не пройдешь, чей Крым? Субтитры сделал DimaTorzok